История создания бизнеса Тяньши. История вторая. Мечта о летящем льве. В X веке, в старинном Цанчжоу, находящемся на территории древних царств Янь и Чжао, молодой ремесленник по имени Ли Юнь завершил свое монументальное творение. Статую стального льва высотой выше 5 метров и весом более 40 тонн. Это была первая фигура. Потом стальные львы Цанчжоу прославились на весь мир и стали символом города, который стали называть городом львов. Через тысячу лет после того, как ремесленник по фамилии Ли отлил стального льва в Цанчжоу, из этого же города вышел молодой человек, полный надежды, отваги, который оставил спокойную и обеспеченную жизнь и отправился в Тяньцзинь за мечтой о бизнесе великого здоровья. Это был господин Ли Цзинь Юань. Размышляя над тем, какое имя дать своей компании, он сложил слово «лев», как напоминание о малой родине, и небо – первый иероглиф в названии города Тяньцзиня – небесный источник. Традиционная китайская формула удачи – удачное время от неба, польза от земли и мир между людьми. Господин Ли принял решение. Мы назовем нашу компанию «небесный лев» по-китайски «тяньши». С момента учреждения компании господин Ли Цзинь Юань говорил партнерам, «Наш небесный лев должен стать не только мощным зверем. У нас еще должны отрасти крылья, чтобы великие устремления поднялись выше облаков». Так родилась эмблема компании. Крылатый лев вырезаны из голубоватого камня. На протяжении всей истории развития бизнеса великого здоровья Тяньши два крыла этого льва символизируют здоровье и радость, которые компания принесла в этот мир. Но есть еще более глубокий смысл, отражающий любовь основателя компании к родной стране. Господин Ли Цзинь Юань видел в летящем льве символ Китая, который расцветет, воплотив в жизнь политику открытости и реформ, и распространит свое влияние, славу и блеск на весь мир. В 1996 году статую летящего льва отлили из бронзы. Своими лапами зверь опирался уже не на облака, а на модель земного шара. Это был символический жест, говорящий о намерении Тяньши выйти на международный рынок, стать на путь интернационального развития. Это был зримый символ стратегии международного развития Тяньши. В 1998 году на свет появился крылатый лев третьего поколения. Еще более мощный, величественный, модель земного шара обвили облака, традиционный символ счастья в Китае. Они означают здоровье и радость, которые Тяньши принесла людям во время первого этапа развития бизнеса. Модель земного шара стала немного меньше, и это метафорическое сравнение должно было означать, что на пути развития интернационального бизнеса компания Тяньши уже добилась определенных побед, что непрерывно двигаясь вперед, мы станем еще сильнее, а трудности будут уменьшаться. Путь на рынке всего мира открыт перед нами, как широкая столбовая дорога. Крылатый лев четвертого поколения был представлен в 2003 году. Он имел высоту 8,8 метра и диаметр 6,6 метра. Эти цифры символизируют в Китае богатство и успех. Лев был изображен еще более крепким, вольным и сильным, а земной шар, над которым он парил, весь был покрыт облаками счастья. Интернациональный бизнес Тяньши заключает в себе две великих миссии. Поделиться с миром достижениями пятитысячелетней китайской культуры оздоровления и познакомить мир с китайской традиционной культурой мира и гармонии. Всего за шесть лет бизнес Тяньши распространился на 86 стран и регионов. Созданный в 2008 году крылатый лев пятого поколения, высотой 12,6 метра, с широко распахнутыми мощными крыльями, покрытый 24-каратным золотом, нынче украшает Международный индустриальный парк здоровья Тяньши. Он парит над земным шаром, который утопает в золотистых облаках. К настоящему моменту бизнес Тяньши развивается в 190 странах и регионах. В 110 странах есть официальные структурные подразделения корпорации. Передние лапы льва устремлены вверх. Это символ стремительного развития корпорации Тяньши. Она растет, как виноградная лоза, и приносит все новые и новые грозди, ярус за ярусом. Новое изображение летящего льва символизирует нашу будущую победу на третьем этапе развития бизнеса Тяньши. Большая мечта господина Лидзинь Юаня о создании бизнеса великого здоровья и распространении его по всему земному шару воплощается в жизнь.